Всем привет! Дядя Тюр дает прогноз на матч 1-4 финала Кубка Италии. Интер-Рома. Очные матчи. В последних 10-очных матчах у Интера 3 победы при одном поражении и 6 ничьих. 8 из 10 матчей были на обе забьют, да 7 на тотал больше. Рома без побед над Интером в последних 9-очных матчах. Последние 4-очные матчи были на тотал больше. На выходных Интер проиграл миланское дерби, прервав тем самым свою серию из 8 матчей без поражений. Героем матча стал Оливье Жиру, отметившийся дублем в концовке игры. Рома не смогла пробить дома вязкую оборону Джена, который цепляется как может за любую возможность добыть очки и сохранить прописку в серии А на следующий сезон. Нет, формально Рома гол забила, но его отменили после просмотра ВАР, углядев нарушения правил с атакующей стороны. В предыдущем раунде Кубка Италии Интер с огромным скрипом прошел Эмполи, сравняв счет уже добавленное время. Рома без особых проблем прошла летче 3-1. В очных матчах Рома очень давно не побеждала Интер. В период с 2018 по 2021 год Рома и Интер сыграли 6 матчей и все эти 6 матчей были ничейными. Игра обещает быть непростой. Интер хоть и идет номинальным фаворитом, но в последних играх Нерадзуре выглядит несколько подуставшими, а самое главное стали много пропускать. В последних трех играх Интер пропустил аж 5 голов. Рома при Маурине стало меньше забивать, но и меньше пропускать. Последние 4-очные матчи соперники отыграли очень результативно. Также у Интера последние 3 текущие матча на тотал больше. Но вот пора бы здесь обеим командам сыграть поскромнее в плане результативности. Очередная низовая ничья где-то в районе 1 была бы самая то на такой матч. Скорее всего, наверное, все же будут забивать обе, но дальше вот 2-1 дело бы не должно здесь пойти. Смотрим основные исходы. На победу Интера дают 1.61, на победу Рома с форой плюс 1.5 1.50. И, наверное, второй вариант здесь более безопасен. Интер в последних 4-очных матчах забивал Роме не менее 2 голов. Вот пришло как бы уже время более скромной результативности. Рома в защите сейчас выглядит получше, чем ранее. Должна бы поупираться и не проиграть с разницей больше, чем в 1 гол, а может и вообще не проиграть. Не будем забывать, что Интеру в следующем туре ехать в Неаполь. И если команда Индзаги снова проиграет, она потеряет первое место в таблице. Поэтому здесь у тренера стоит достаточно непростая задача, как взять победу малой кровью. Скорее всего, если Интер забьет гол, он постарается удержать победный счет, а не так уж бежать и вперед развивать успех. На тотал меньше 3.5 дают 1.53. И здесь, ну, должно бы быть забито не более трех мячей. Свои предыдущие матчи в Кубке обе команды отыграли очень результативно. В очных матчах в последние годы нас забивали очень много. Интер в обороне достаточно надежен, но и Рома подтянулась сейчас тоже в плане надежности. На обе забьют дают 1.70, на обе забьют нет 2.15. Но здесь скорее все-таки будут забивать обе. Должно бы здесь вот быть 1-1 или 2-1 в пользу той или иной команды. Последний очный матч Интер выиграл 3-0. И очень редко в этой паре играются два нулевых матча подряд. Таким образом, на ожидаемый вариант здесь можно предложить тотал меньше 3.5 за 1.53. Текущая ситуация, ну, не предполагает такой уж результативной игры. На оптимальный можно рискнуть взять обе забьют дают 1.70. На доходные лучшие ничьи тут сложно придумать, но можно не жадничать, а взять х2 за 2.34. Вот потенциальная победа Ромы в сложившихся обстоятельствах будет немножко неожиданно, но не более того. А будет очень обидно, если взять ничью, а Рома возьмет, да и выиграет. На этом все. Что из этого выбрать, выбрать или что-то вообще решать вам. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok